Всем привет! Меня зовут Олеся Кудрявцева, я рада вас видеть на моем YouTube-канале. Я стилист-визажист и сегодня мы записываем мое первое видео. Итак, сегодня мы находимся в гримёрке у самой известной поэтессы российского интернета. Режиссер, актриса, потрясающая мама двоих детей под псевдонимом Соло Монова взорвала российский интернет своим творчеством и в данный момент остаётся самым читаемым автором сети. Пока я буду Юлю преображать к сегодняшнему вечеру, мне посчастливилось задать Юле несколько вопросов. Оставайтесь с нами, будет интересно. Ханя на спаду, остановлю, я сильная женщина, I love you. Ты был неухоженный, но теперь я стану заботиться о тебе. Мой первый вопрос про красоту. У тебя очень красивые всегда подобраны наряды, образы, тебя хочется рассматривать в твоих видео и на сцене. Есть какой-то специальный человек, который помогает тебе в твоих нарядах или ты принципиально это делаешь сама? Ой, ну во-первых, Олеся Кудрявцева мне помогает в моей красоте прямо сейчас. Очень много разных людей и, конечно же, я пользуюсь услугами профессионалов и выборе одежды, и выборе прически. А то, что мне нравится, я запоминаю и повторяю. Есть несколько марок современных российских дизайнеров, которые мне нравятся. И я к ним хожу, вот, например, есть в Самаре Маша Горячева, и каждый раз я к ней приезжаю и привожу оттуда наряды, потрясающие шляпы. В Москве Мила Марсель мне нравится, она такие очень экстравагантные наряды мне всегда подбирает. И я, когда от Милы Марсель, я чувствую себя такой красивой. Вообще, мне кажется, что женщине главное чувствовать себя красивой, и если новая одежда ей в этом помогает, не нужно себе отказывать в новой одежде. Ведь это же актерская игра, то есть если ты чувствуешь себя красивой, все поверят, что ты красивая. А вот почувствовать себя красивой, это, конечно, искусство. Конец, как рукой, левой рукой, ты можешь расслабиться, дорогой, на земле напрягаться, не надо вовсе, расслабься. И получи удовольствие. Юля, ты в прекрасной физической форме. Что это, генетика, либо есть какой-то спорт, и если есть, то какой? Да, спорт, ну ничего такого сложного, фитнес, кардио и немного силовых. Сегодня, например, я бегала. Приезжая в Питер, я не могу пропустить пробежку. Дождь, снег, любая погода, я надеваю тепленькие штанишки, вот так, шарфиком, заматываюсь и бегу. Это утром? Да, по Питеру мне больше нравится утром, потому что вечером у меня, как правило, квартирник. А вечерние тренировки есть? Да, конечно. На самом деле, не имеет значения. Вот одно время я увлеклась программой Кати Усмановой, я подписалась на ее онлайн-марафон. И у нас были гастроли очень насыщенные. И вот одну тренировку я делала утром, а вторую вечером после концерта, потому что был ночной перелет, и я ее пропустила. Так что, в любое время. Лишняя тренировка для тебя, не лишняя для искусства. Хотя это про репетицию, но вот у меня тренировка. 2017 год. Вот хороший был год в целом для тебя? И есть какое-нибудь самое яркое, запоминающее событие, которое было вот в прошлом году настолько яркое, что вот запомнилось? Ой, это был хороший год. Весь год как хорошее событие. Да вообще не было плохих годов, все годы были прекрасны. Ну, какой-то, чтобы... Мне понравился мой день рождения в мае. Мы его проводили в театре на Малой Бронной. И это было замечательное мероприятие, событие. Пришло так много гостей, так много моих друзей. И мне кажется, мы создали ту атмосферу литературного театра, от которой сами получили глобальное удовольствие. Я хочу еще повторить. Обязательно. На, за ночь меня срочно, своей спутницей, пока ты серьезно не снял, испутался, ведь ты же бесспомощная совершенно. А я твой продюсер, твой священник, твоя секретарша и твой водила, и я тебя практически не убедила. Твоя степотелёша и твой банкир, пока ты не отброшу коньки. Вот пришел Андрей, мы с ним выступаем вместе, он тут. Его тоже нужно сделать красивым, но хотя мужчины, в принципе, от природы хороши, садись. Мужчины быть проще, чем женщины. Я первый раз попал в руки разных парикмахеров и стилистов, когда в детстве выпала честь провести детский конкурс Мы жемчужина Приморья, и мне сделали на голове такую стойку, как у Терминатора, и мы купили фабрики, не помню, как-то фабрика, Красный Октябрь, что ли, как у нас называлась фабрика во Владивостоке? Приморский кондитер. Приморский кондитер. Нет, нет, какая-то фабрика на Заре, фабрика Заря одежды, мне купили пиджак вот с такими плечами, думаю, что я просто был такой ля-ля-ля, и я на сцене выступал, помню, был какой-то накрашенный весь и с прической. И с тех пор, что было нон-стоп. Слава Богу. Андрей, у меня вот такой вопрос. Когда смотришь на тебя в интернете и вообще в соцсетях, такое впечатление складывается, что ты настолько любишь свою работу, что ты вот прям настолько в ней растворяешься весь, это действительно так? Это правда. Чистая правда, это не иллюзия. Так и есть. Я растворяюсь в работе, и работа растворяется во мне. Мы вместе единое целое. Я постоянно работаю, постоянно. У меня был период, когда я зарабатывал в Москве себе не авторитет, а деньги. Я вообще не ходил пешком, я все время бегал. У меня было 4 работы в день, начиналась утренняя репетиция, нужно было встать часов в 6, доехать без пробок до Москвы, оставить машину, порепетировать. Потом в перерыв мне нужно было бежать на телевидение, там у меня были эфиры какие-то, я проводил эфиры в перерыв. Потом опять у нас либо спектакль, либо репетиция какая-то вечерняя. И потом я еще успевал бегом бежать на какие-то занятия, либо с детьми, либо со взрослыми преподавал. И так получалось еще вечернее какое-нибудь или полуночное мероприятие. Все это дело проводил, и потом по пустой Москве, по пустым дорогам уже ночью ехал в Подмосковье спать. То есть вот так вот я бегал. Ты труда, Горик. Наши с тобой профессии немножко перекликаются. Я тоже очень часто работаю с невестами, и начинается такой, что с невестой, когда становится тепло. Какой-нибудь была такая свадьба, которая запомнилась? Было ли такое когда-нибудь у тебя, что, допустим, невеста сбежала? Слушай, ну, нет, вот прям вот на свадьбе такого не было. Но бывали пьяные гости, которые трясли пистолетами. Вот, было такое. Которых приходилось успокаивать просто всей какой-то мужской братья и жениха. Ну, такие криминальные были ребята. А жениху, главное, причем нравилось. Он как бы веселил, он говорил, да, круто. Ну, эта свадьба сыпалась. Ну, естественно, я, как опытный человек, не стал ему мешать. В этом я решил дойти в сторону и дать парню выговориться. Вот. А свадьба... Бывало, что после свадьбы украли невесту. Свадьба закончилась, я отработал. Это было во Владивостоке. Мы были за городом. И невесту, какой-то пьяный в смерть молодой парнишка из, ну, как бы, братвы и жениха, он понял, что, как бы, надо прямо украсть по-настоящему. Он пьяный сел за руль, посадил невесту. Невеста была счастлива, что ее, наконец-то, украли. И увез ее по дороге, там, в Владивосток, Артем, куда-то, куда-то в неизвестном направлении. Я, как бы, отработал уже, иду, собираюсь. Идет папа, говорит, тсс, невесту украли. И поднимает, что такая, погоня. Ну, в итоге обошлось, все нормально. Как ты считаешь, работа стилиста вообще в жизни артиста, насколько это важно, либо все-таки артист должен уметь и сам себя готовить, преобразить? Это просто другой уровень. Если есть стилист, который, ну, так сказать, занимается твоим имиджем, и это тебе нужно для твоего, для твоей карьеры, то это просто другой уровень. Это более профессионально, и это дает огромные дивиденды. Просто огромные. Потому что сам ты все равно не сможешь за собой так следить. Ты же не профессиональный стилист пейзажа, правильно? Ты, как бы, артист. Если ты сосредоточился на чем-то одном, то... Ну, и твоя деятельность связана как-то там с выступлениями, где так или иначе приходят зрители, они хотят увидеть как нечто такое, ну, готовое, очень профессиональное. То, конечно, стилист, визажист – это первые люди, которые должны работать. Ну, и которые должны быть очень крутыми. Потому что, ну, смотрят на артиста, на его лицо, как он выглядит, безусловно. Ну, а что касается частных мероприятий, или каких-то, ну, по крайней мере, прическу поставить я себе могу уже. Вниз голову опустить, феном ее. То есть нужно важно это найти. Какое-то время я этого просто не понимал. Я смотрю свои фотографии старые, думаю, боже мой. Это был эпик фейл. Есть какое-нибудь большое масштабное мероприятие, которое бы ты очень хотел провести? Как ведущего? Ну, что-нибудь такое глобальное? Конечно. Есть такая... Концерт-солы в Олимпийском! У-у-у! Олимпийский! Не слышу вас! Ты не едешь! Куда деваться? Пусть раз нет не в первый раз! Но лет 19-20! Твой кузов меняет класс! Юля, у тебя такое разное творчество, такие разные стихи. Скажи, пожалуйста, ну, сложно предугадать, какая это в жизни. Ты в жизни больше пессимист или оптимист? Оптимист, конечно. Это только кажется, что плохо мне, а на самом деле хорошо. Вот я часто об этом думаю, как только уныние меня накрывает, что на самом деле все замечательно. Когда ты плакала в последний раз? Недавно. Ну, очень оптимистично плакала. Ну, недавно. Какой ты сентиментальный человек? Я? Не знаю. Не знаю. Наверное, все-таки... А вот какой антоним слову сентиментальность? Можно быть сентиментальным, а можно быть реалистичным? Нет, реализм это не антоним. Вот я скорее не сентиментальна, чем сентиментальна. Меня так легко на слезу не пробьешь. Что, боже мой, какие котята. Помню, у меня в 15 лет такие жили во дворе. Ну, может, я еще молода для сентиментальности. Вот бабушка моя, она при каждом удобном случае пускает слезу, но ей уже глубоко за 80. Юля, глядя на твое творчество, ты настолько умела, тот редкий случай, когда ты так красиво сочетаешь в себе роль маленькой наивной девочки, роль роскошной королевы, роль заботливой, любящей мамы и жены. И, конечно же, роль роковой женщины, которую хотят мужчины. Какая Юля в жизни? Какое состояние из этих четырех ближе к тебе, комфортнее всего в твоей жизни? Под одеялом, за закрытой дверью. Ну, на самом деле, сцена это сцена, а в жизни я такая ходячая несуразность. Человеку, которого все падает из рук, который проспал, который забыл, на которого все обиделись. И нужно как-то выкручиваться. Вот я вот все время выкручиваюсь, я постоянно допускаю какие-то нелепые ошибки и выкручиваюсь, чтобы как-то загладить свою вину. Поэтому у меня такие все стихи, они как бы о том, что все плохо, но, в общем, не так уж и плохо. Из этой ситуации можно выйти победителем. Как вот нормальные мужчины есть, но я на них не реагирую, изобрету мудакомерным. Пока рабочее название. Как выдрала из этого стихотворения. Что даже если ты все время влюбляешься не в тех мужчин, все равно, если есть во мне талант, он должен быть монетизирован. Умная, взрослеющая женщина с потрясающим чувством юмора. И, конечно же, самой иронией это нарез золото в наше время. Конечно, Юля так к таким относится. А твои героини, они не такие, как ты. Да, не такие, как я. Это же реальные персонажи или больше выдуманные? Есть девочка, которая встретилась с тебя в жизни и вот родился стих. Такое бывает или все-таки это выдуманные? Да, это все я, на самом деле. Просто, на самом деле, я нахожу в себе какие-то качества и понимаю, что я их видела со стороны. И они мне, например, раздражали или бесили, или я их осуждала. Но только найдя их в себе, ты понимаешь зерно. Грубо говоря, мы очень расстраиваемся, когда нам пишут какие-то злобные комментарии. Но при этом мы их пишем сами и совершенно не думаем, что это такие же злобные комментарии. Как бы вот мы написали комментарии, это мы молодцы. А нам написали, это вот уже зависть. Грубо говоря, ты напишешь стих про меня? Конечно. А теперь я буду каждый твой стих слушаться внимательно. Боже, мне надо всем подходить к человеку на улице и говорить, вы знаете, я Соло Монова, Соло нижнее подчеркивание Монова, подпишитесь на меня в социальных сетях, я скоро напишу у вас стихи. И все, и вот так вот за год ты просто обходишь, приезжаешь в город и делаешь план. 500 человек в день, и у тебя 500 подписчиков. Это гениальная идея. Понятно. Ну, правда, будет какая-то отписка, но поэтому нужно выбирать, например, только брюнетов. Обошла, написала стих о брюнете, обошла 500 брюнетов, выложила. Потом, например, про блондинку есть, обошла 500 блондинок, выложила. А можно даже еще нанять двойник, ну, можно кого-то похожего просто стричь девок под коре и выпускать. Так, ну, быстро же лицо трудно запомнить, а образ узнается в основном по прическе. Кстати, это очень важно для визажиста. Артист узнаваем по прическе и по макияжу. Я давным-давно работала на телевидении во Владивостоке, у нас была программа об экстриме. Мы много сил на нее тратили, развивали и поехали на ТЭФИ-регион. Нас не послали на ТЭФИ-регион, но мы решили сами. Прилетели, значит, в наглую нашли Познера, показали свою программу. Он посмотрел и говорит, слушайте, программа хорошая, но ты как-нибудь определись, ты либо накрашенная, либо не накрашенная. Я говорю, а почему? Он говорит, да тебя не узнать. Вот так. Потому что я там вела с какой-то прической, мне накрутили буквы, надели на меня, значит, красивое платье, накрасили. Я такая, ля-ля-ля, экстрим. Ну, то есть, следующий сюжет я учусь кататься на виндсерфинге. Конечно, падаю в воду каждые пять минут. На мне не грамма косметики. Это вот ребенок 15-летний, а там я такая, типа, дива такая подготовилась. Он говорит, ну вот ты, если ты хочешь быть нормальной звездой, ты как бы определись. И когда я уже стала читать стихи, мне все время хотелось то волосы собрать, то, что ты с ними сделаешь. А муж сказал, ни в коем случае, вот тебя будет не узнать. То есть, человек, он не вглядывается прямо в лицо, он запоминает образ. Если ты брюнетка с каре, ты должна быть брюнеткой с каре. Ну, мне все равно хочется, поэтому иногда я брюнетка с кудрями, с кудрявым каре. Иногда я брюнетка с прямым каре, с объемным каре, с необъемным каре. Ну, это всегда брюнетка с каре и с челкой. Ты можешь меня подавать пальто и руку при выходе из авто. И шубу не надо дарить соболью. Я сильная женщина, мне не больно. Я твой неотесанный бриллиант. Я твой самый выгодный бриллиант. Просто скажи, что меня заводишь. Я с дамочкой руку удалюсь сегодня же. Женщина-президент в России. Как ты считаешь, это реально? По предыдущим выборам. Я не знаю. Когда Ксюша вела программу «Блондинка в шоколаде», она мне очень нравилась. А сейчас мне все до сих пор нравится «Блондинка в шоколаде». Поэтому я не думала о президенте женщины. Но если это произойдет, будет интересно. В любом случае, что-то новое всегда интересно. Пусть будет женщина-президент. Есть же Ангела Меркель. У меня про нее даже есть стихи. Ну, не прям про нее. Вот я сейчас скажу, как же они начинаются. Ой, это страшное стихотворение такое. Про то, что все влюбляются в принцев, я влюбляюсь в сирот. Я не помню, как она начинается. Но там, в общем, Ангела Меркель у меня была в черной форме СС почему-то. И поклонники Ангела Меркель мне написали, что Юля, так нехорошо. Для меня она такая вот злая свекруха. Ангела Меркель, у нее такой образ. От нее не уйдешь. А Ксюша, в ней все-таки еще жива блондинка в шоколаде. Ну вот, наш прекрасный образ закончен. Буквально через полчаса будут собираться гости. Начнется наш квартирник. Юля, спасибо огромное за такие прекрасные ответы. Было безумно приятно провести два этих дня с вами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Спасибо, что были с нами. Спасибо, Олесь. Я сегодня прекрасная, просто богиня. Все, я побежала встречать как-то. Я сегодня. У нас, что-то не знаю. У меня срочно. У меня срочно своей сухотницей. Пока ты серьезно ни с кем не спутался. Ведь ты же беспомощный совершенно. А я твой продюсер и твой священник, твоя секретарша. И твой водила, и я тебя практически победила. Твоя секретарша и твой банки. Твоя секретарша и твой банки. Спасибо.